мир вам друзья с вами николай пастухов алексей коломица в программе библия говорит алексей алексеевич можно ли принадлежать онлайн церкви очень интересно конечно сегодня все у нас онлайн у нас сегодня онлайн магазины онлайн клубы разные онлайн знакомства онлайн общение самые разные блага виртуального мира который предлагает современные технологии современная цивилизация и конечно же церковные деятели здесь не отстают и они конечно тоже предлагают вот такое онлайн членство я слышал даже что есть какие-то церкви которые предлагают и такой сервис что ты можешь даже вот купить себе место конкретное в конгрегации и ты будешь видеть себя и вы будешь видеть людей которые вокруг тебя и так далее с одной стороны казалось бы ну что это такое это в принципе технологии которые позволяют людям более эффективно делать то что они раньше делали вот просто так но в действительности церковь это намного более серьезная вещь что она не предполагает возможным онлайн членство то есть настоящая природа церкви не допускает виртуальной жизни жизнь всегда должна быть реальной вот почему мы читаем в 12 главе первого послания коринфянам сравнивается церковь с телом и в теле сказано есть разные члены эти члены взаимодействуют друг с другом эти члены они имеют эту живительную связь послание к ефесянам 416 сказано о многоразличных взаимоскрепляющих связях которые связаны или скрепляются друг с другом мы читаем это в послании колоссянам во второй главе о подобных вещах этих скрепляющих связи то есть речь идет о реальном взаимодействии церковь предполагает реальный контакт и реальное общение когда мы читаем церковь описание церкви в деянии апостолов во второй главе 42 стих там написано о том что они пребывали учение апостолов то есть это проповедь дальше в общении в молитве в преломлении хлеба общение это супер важная часть жизни церкви жизни народа божьего она строится на способности видеть друг друга слышать друг друга служить друг другу помогать друг другу реагировать на выражение лица понимать что человеку трудно и сочувствовать ему или радоваться вместе с ним и вот здесь взаимная принадлежность или присутствие крайне необходимо кроме того евангелие от матфея 18 глава говорит о церковной дисциплине она говорит о том что если человек находясь во грехе будучи обличаем не кается и не оставляет грех то этого человека нужно отлучить от церкви интересно как вы предполагаете отлучение от онлайн церкви может быть пасворды забрать у человека или может быть компьютеры его лишить или еще каким-то образом но кроме шуток если посмотреть то отлучение предполагает выдворение из общения то есть человек теряет право на общение его признают как человека неверующего человека которым нужен христос нужно покаяние нужно восстановление и вот только тогда когда этот человек возвращается в покаяние господа тогда его можно принять в общении по этим причинам онлайн церковь не это не библейское явление это явление которое не в как ни в коем образе не может заменить собой настоящую церковь правда здесь нужно сказать несколько слов о том что говоря о абсолютном не библейском характере онлайн церкви этим самым мы не говорим о том что проповеди которые звучат в онлайн они тоже самое не могут иметь место проповеди могут иметь место мы знаем что для многих людей проповеди которые не слышат онлайн или проповеди которые не скачивают через интернет для многих это является основным источником духовного питания некоторые люди живут в тех местах где очень маленькие церкви живут в тех местах где может быть недостаточно одаренные недостаточно подготовленные проповедники поэтому они и пользуются питанием которые они находят в других церквях у других проповедников которые говорят слово которые изучают писание которые доносят это слово но заметьте дорогие мои вот эти проповеди которые мы слушаем ни в коем случае не заменяют поместной церкви поместная церковь эти проповеди должны помогать вам делать вас более эффективными в поместной церкви сделать более любящими более служащими более восприимчивыми к божьему слову боль больше с ними проводниками божьей жизни вот именно таким образом нам нужно научиться относиться к онлайн христианство благослови вас господь в этом спасибо алексей алексеевич друзья узнать больше о том что говорит библия вы можете на нашем сайте слова точка орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio от слова точка орг или через приложение ватсап и вайбер по номеру телефона 360 977 21 82 благослови вас бог